Я телесный танцевальный терапевт И весь мой фокус интереса сосредоточен на теле То есть то, как оно живет, как оно двигается, как оно себя чувствует, как оно себя проявляет И как оно взаимодействует с окружающей средой И соответственно, самые разные темы я вижу Через призму телесности Через то, как наше тело ведет себя в разных обстоятельствах Как оно реагирует на разные психологические обстоятельства Социальное окружение и в данном случае среду Сегодня речь пойдет о том, как мы приспосабливаемся реально К той окружающей среде, которая вокруг нас существует в городе Как город, его устройство, его разные детали, которые есть вокруг нас в городе Влияют на наше тело, влияют на наше самоощущение И может быть отчасти на те способы, которыми мы общаемся с другими людьми Или как мы мешаем различные проблемы И то, как город влияет отчасти на наше здоровье Потому что наше тело – это все-таки вопрос здоровья И само название «Город Коктулку» пришло мне в голову примерно года полтора назад После того, как я познакомилась с одним довольно любопытным исследованием Который провели немецкие специалисты в области исследования мозга И я сейчас просто хочу вам показать Что же происходит в этих стрессовых ситуациях И каким образом мы вообще, как люди, реагируем на стрессовые ситуации Активизация, которая происходит в напряжении мышц В работе дыхания, сердцебиение Пищеварение, которое на этот момент останавливается Ну, почти останавливается, да Потому что нужно, чтобы сердце качало Потому что мы должны что-то делать физически Да, вот эта вот реакция, она активная, нормальная И в этом смысле, если мы даем в морду Или если мы берем в руки ноги и улепетываем Мы эту энергию как будто Вот психологи используют слово разряжаем Да, в движении То есть мы как будто как конденсатор мы ее набираем И через движение, значит, вот отдалем Когда мы замираем Этой разрядки не происходит То есть это такая остановленная реакция Да, и Это та реакция Вот остановленная реакция, остановленное движение в теле Остается вот этим повышенным уровнем энергии И мы с ним ходим И мы его удерживаем Да, а коль скоро мы его удерживаем Я вернусь То есть мы все время находимся в этом активном состоянии Мы незаметно для себя приходим в это место Может быть не совсем умирая Но существенно лишая себя сил Да, и это такой неприятный факт Да? Сравните свое ощущение от предыдущих картинок и от этой фотографии Да, я вам больше динамики Динамики больше Динамики больше Что можно сказать о напряжении? Рукрани тоже больше И когда вокруг нас много напряженных или злобных или зажатых людей Мы как-то вот тоже становимся таким Что происходит для москвичей? Очень характерно Вот напряженная часть, идущая вперед Мы как будто все время немножко сворачиваемся Любое сворачивание для организма на самом-то деле Это такая защитная реакция То есть мы защищаем свое сердце Мы защищаем свой живот Мы сворачиваемся от невзгод в позу эмбриона Да? И вот эта вот реакция сворачивания Это такая демонстрация Яркая демонстрация защиты И здесь, собственно, я взяла этот кадр Потому что здесь вот эти вот Горботные Тени Они очень хорошо показывают Голову опущены Значит, как мы выглядим Еще одна любопытная вещь У нас же тут все связано У нас тут позвоночник, кто не помнит Да? И вот в шее тоже позвоночник А потом только череп И там мышцы Да? Вдоль всего И, соответственно, вот этот вот наш наклон головы Опущенная немножко голова Да? Вот она Вот здесь совсем Это тоже такое очень, ну, московское Я живу рядом с Курским вокзалом И я вижу много людей Которые приезжают из разных городов Их очень легко определить Особенно в атриуме Да? Когда вдруг навстречу тебе идет Человек Вот он идет Ты понимаешь, что Опять же, как бы он не выглядел Какое бы ни было лицо Какая бы ни была одежда Он не отсюда И здесь так не ходит Мы не очень-то в этом виноваты Да? Мы естественным образом реагируем на то Что происходит вокруг нас И есть много причин По которым, да? Вот этот взгляд опущен чуть-чуть вниз Мы смотрим перед собой Мы проходим буквально по Да, вот здесь вот тоже И даже у собаки Мы проходим как будто По нижней границе зоны видимости Вынуждены Есть несколько причин По которым мы так делаем Да? Мы... Здесь еще один важный момент Когда мы смотрим вниз Значит, мышцы нашего глаза Связаны с мышцами позвоночника Вы можете сами попробовать Поэкспериментировать Вот сейчас просто Понаправлять взгляд вниз Если вы будете достаточно медленно это делать Вы можете почувствовать Как у вас голова идет вниз А, да? Значит, у нас тут мышцы И оно просто нас утягивает Банально Да? Если вы будете смотреть наверх Вы почувствуете, как вы Как будто Ну вот Немножко разворачиваетесь Да? И это фактор окружающей среды Это не потому, что мы такие А, мы вас не видим Да, мы вас не видим Да, это не потому, что мы слишком гордые Не потому, что мы слишком надменные Да? Это некоторые объективные факторы Которые наш взгляд И наш корпус Да, как будто немножко Сворачивают И заставляют нас Все время напрягаться Напрягаться физически Напрягаться мышечно Все время стучат в нашу амигдалу И в наш рептильный мозг Про то, что Опасно, опасно, опасно Мы на это почти не обращаем внимания Мы к этому привыкли Но наше тело И наша эмоциональная часть реакции Нас выдают Что с нами это происходит Хотя наш Караганного мозга говорит Ну ладно, нормально все Видно, да? Такие физические Материальные Реально существующие Вокруг нас Которые формируют Вот эту вот нашу реакцию Защитную Оборонительную Или Такую очень Как будто мы прячемся Замерли Которые формируют Наше тело Которые формируют Наш способ двигаться Которые формируют Наше направление взгляда И которые в результате Приводят к тому Как мы вступаем В взаимоотношения С другими людьми, например Это к вопросу о том Замечательный мужчина Женщина в Москве Или нет Под награми женщин Не валяется Извините, да Ну так и женщин И мужчин тоже как-то Да, то есть Каким образом Мы Начинаем разговор С незнакомым Человеком Да, и что для этого нужно Что нужно преодолеть В себе Чтобы, например Почему мы так любим Супермаркеты Мне нужно просить Мне нужно разговаривать Мы хотя бы там защищены От общения Это все объективные факторы Значит Что касается физической среды Что у нас есть Значит Организация навигации Навигация в смысле Способов движения Организация нас В пространстве Улиц Или метро Или чего-то еще Да, вот то, как мы ходим Организация Пространства Насколько оно Свободно Насколько оно структурировано Насколько Или не структурировано Насколько оно хаотично Да, вот как оно организовано Соответственно Условия Ну вот Визуальные Что мы видим Когда вот мы этот взгляд Опускаем Что мы видим А если мы его поднимем Что мы увидим И что с нами будет при этом Да И что мы замечаем И что мы не замечаем В том числе визуальные А еще какие Есть простые вещи Да Есть климатические условия Микроклиматические Дует на этой улице Или нет Можно ли здесь защититься От дождя От солнца От ветра Да, вы приезжаете Когда приехала в Одессу Я в какой-то момент Пришла в абсолютный восторг Поняв Что когда-то Очень давно Люди Которые строили этот город И которые посадили все эти Огромные деревья Которые смыкаются Над улицами И создают тень Когда безумная влажность И плюс 35 Я исполняла огромную благодарность К этим людям Это детали Да Но они оказываются Чрезвычайно важны И это тоже условия А у нас так понятно Как И которых уже почти нет Все вырубили Вырубили сирень Вокруг Большого театра Потом походите Там есть Огромные Ну Это все взаимосвязано Ориентация в пространстве Связана Вот с какой вещью Я сейчас буду показывать картинки Демонстрирующие Ориентация в пространстве Связана с тем Насколько мы Значит Когда мы не можем Сориентироваться Когда мы потерялись Вы когда-нибудь терялись Где-нибудь Да Это Приятная Безопасная ситуация Нет Это ситуация стрессовая Значит Из зависимости от того Насколько хорошо Мы способны Сориентироваться В окружающей среде Физически В том числе Из зависимости от того Насколько мы спокойны Или Насколько в стрессовой Ситуации Мы оказались Виды деятельности Что в этом городе Можно К чему этот город Располагает А к чему нет Да и поэтому Он это такая Ложка Продолжение следует Редактор субтитров А.Семкин